Добрый день. Добрый. Меня зовут Шульмина Вероника Сергеевна, государственный инспектор Южного Межрегионального Управления Росельхознадзора. Представьтесь, пожалуйста. Марченко Сергея Григорьевича просили паспорт подготовить. Да, да. Я вам на вашу электронную почту, потом вышлю, соглася на обработку персональных данных, к нему вы приложите свой паспорт. Так, я открыла ваше обращение. Продолжение следует. Вопросы вы можете задать им, чтобы они вам дали ответы. Так как за прокуратуру мы это считать не можем. Прокуратура какая именно? Какого отдела? Мы были всего лишь привлеченные специалисты. Я понимаю, прокуратура какая? Какого отдела? Куда мне запрос подавать? Республики Крым. Республики Крым. Хорошо. Так, потом следующий вопрос у вас. Дать пояснение по законности действия в рамках статьи 245 УК РФ. Статья 245 УК РФ относится к компетенции МВД. То есть это жестокое обращение. И по жестокому обращению это работает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Так, по поводу информации, которая вам предоставила ДБУ Белогорский район о неимоверном падеже за короткий период времени. Эту информацию тоже вы можете напрямую написать, именно не в комитет, а в государство, как вы здесь проописали, именно им написать. Потому что они давали этот ответ. Они на что-то ссылались, на какие-то данные. С учетом того, что ГБУ Белогорский район и ВЛПЦ непосредственно по договору обслуживает Тайган. То есть они проводят все мероприятия, связанные с животными. То есть это лечение, патологические вскрытия. Они обязаны это делать. Это их компетенция. Это прописано в их договоре. То есть они обслуживают это предприятие. И владеют информацией. То, что они пишут подписки и перенаправляют обращение в наш адрес, мы не проводим утилизацию трупов, не проводим патологические вскрытия. Мы только контролируем их работу тогда, когда нам согласовывает прокуратура Республики Крым выход на юридическое лицо или к индивидуальному предпринимателю. Мы можем запросить у них в рамках проверки, когда она у нас есть, запросить уже у них информацию. Проводились ли там вакцинации в какой-то период, проводились ли патологические вскрытия и прочие моменты, по которым мы, допустим, выходим на проверку. Это информации, они должны владеть и дать вам ответ. Ответы, которые поступали. А, ну хорошо, давайте по порядку, потом я уже. Дальше вы пишете про Кипера. Григорий Леновна со мной, также публично. Факт хранения трупов. Смотрите, для того, чтобы мы подались на проверку в прокуратуру Республики Крым, нам помимо подтверждения личности необходимы достоверные сведения. Приложенное вами видео прокуратура не рассматривает как достоверное сведение. Вот я уже, вы сегодня уже пятый звоните, я еще раз задам вам теперь вопрос, почему эти киперы, имея столько информации достоверной, да, то есть они видели это все своими глазами, у них есть видео, они могут дать пояснение, не приедут к нам или также не напишут от своего имени обращение, чтобы мы уже приложили всю информацию с достоверными сведениями в прокуратуру, чтобы они нам согласовали выход в Тайган. Мы без согласования прокуратуры выйти на предприятие юридических индивидуальных предпринимателей не можем, согласно постановлению правительства Российской Федерации 336-го, подписанное Мишустиным. Это придумали не мы, это правительство, мы федеральная служба и непосредственно подчиняемся федеральным законам. Даже не республиканским, не крымским, а федеральным законам. Ну у меня контакты все скидят. Я как должностное лицо переступить федеральный закон не могу. Меня тоже беспокоят живоподные, что мы прокурорились. Ой, привет. Почему там закрепили? Так ли я сглазоваю? Согласно вам... Звоните. Прошу прощения, был звонок, я сбросила. У меня контакты все скидят. Все контакты с киперами есть, я с ними созвонюсь и они должны будут связаться с вами. Пусть они сами непосредственно... Да что ж такое. Так, дальше киперы подтвердили всю информацию, все контакты у вас имеются. Вот, собственно, все, вашу жалобу мы разобрали. Все, возьми, извините, пожалуйста... Так, все получается вот так вот. То есть, ну, понимаете, со слов это не достоверные сведения, то, что пишется в ваших обращениях. Ну, слова, слова это такое, слова должны подкрепляться конкретными документами, конкретными фото, видеоматериалами. Ну, вы мне вчера сказали о том, что на видео должна быть указан... Правильно, цель ваших обращений, чтобы мы отреагировали и вышли на проверку. Правильно? Правильно. Да. Вы говорите на проверку мы можем только после согласования прокуратуры. Прокуратура согласовывает только, когда есть достоверные сведения и причинение вреда, там три пункта, да, причинение вреда здоровью граждан, повышение рисков и угроза, в принципе, общественности, населению и так далее. Вы говорите причинение вреда, а угроза причинения вреда, это не является поводом для выхода? То есть нужно ждать, пока кто-то кого-то укусит, поцарапает или... Конечно, угроза причинения вреда, конечно, это является, но только если есть, мы прикладываем, мы же не просто звоним в прокуратуру и говорим, все, мы выходим на проверку. Они нам, да, конечно, хорошо. Для того, чтобы податься на прокуратуру, мы создаем материалы дел. Они составляются из ваших обращений, приложенных видео, фотоматериалов, подтверждения личности с паспортами вашими. То есть вы прикладываете к обработке персональных данных, свой паспорт. Эти все материалы мы собираем в один и направляем это все в прокуратуру. Ну вот смотрите, на протяжении нескольких лет продолжает функционировать фотозона в Тайгане. Тысячи свидетелей, тысячи фотографий в социальных сетях. Это не является угрозой контакты с хищниками? Ну смотрите, по поводу фотозоны, был суд, да, и судом было вынесено решение. И эти моменты уже контролируют федеральные судебные приставы. Как только нам поступают обращения с действительными на сегодняшний день данными о том, что осуществляется фотозона с детенышами там львят, да, и других запрещенных общению с животными, мы эту информацию передаем федеральным судебным приставам, и они в рамках своих полномочий уже привлекают то или иное предприятие, которое нарушает закон. Ну так я вам сейчас сообщаю о том, что фотозона работает, у меня есть доказательства и видеозаписи, которые мне присылают люди, плюс вообще весь интернет, весь инстаграм запрещенный, там и просто люди ролики публикуют каждый буквально день. Мы эти ролики разбираем, рассматриваем и видим это все. То есть оснований, по-моему, каждый день есть основания для этого. Ну смотрите, ролики роликами, а мы, допустим, один из роликов направляли в Роскомнадзор, и Роскомнадзор, вскрыв этот ролик, установил дату его съемки еще в 16 или 17 году, а разместили его в сети интернет-YouTube только там вчера или сегодня. То есть это недостоверные сведения. Ну, мы проверяем материалы, приложенных вами видео. Ну я лично был в Тайгане в прошлом году. Если это не наши полномочия, то мы перенаправляем в Роскомнадзор, который непосредственно умеет работать с этими сайтами. И они нам дают информацию о том, какое видео, и когда было снято, и когда размещено. Я снять видео, и вы можете видео, фотографию снять в 14-15 году, а разместить ее сегодня. Но это же не то, не говорится о том, что этот момент произошел сегодня. Роскомнадзор по сайту не может определить, когда было снято видео. Это можно определить, только взяв телефон в руки или устройство, на которое велась видеосъемка. Вот как у меня записи за прошлый год, за август, месяц у меня... А на ваших видео нет даты, на выложенных видео даты нет. Вот даже сегодня мне прислали ряд фотографий, дат на фотографии нет. Поэтому сказать, что эта фотография сделана в течение этого месяца или прошлого, мы не можем. Так же, как и вы не можете утверждать, что эта фотография была сделана в течение какого-то ближайшего времени. Ну, я же говорю, для этого нужен телефон, правильно? Должны телефон изучить, посмотреть, когда были сделаны видео. На самом видео... Ну, я не упомянула на эти ответы, так как я не работаю в этой структуре, я не понимаю, как они это делают. То есть, еще раз, по фотозоне, вам что, нужно отправить достоверное видео? Вот в прошлом году еще другой человек был, у нее фотографии. Да, дописано достоверную фотографию, на которой будет на фото самой, не на сайт, когда выложена ссылка. Ну, тогда вам не фото надо, на фото не... Внизу фото, допустим, написано, дата 14.07.2024. Вот эту фотографию мы прикладываем к вашему обращению, перенаправляем в федеральным судебным приставам, и они на основании нашей информации принимают свои меры, свои компетенции. Ну, это дело, там заходится в свойства фотографии. И про медведицу Лейлу мы с вами вчера говорили, вы мне сказали, что лучше живодеру отдать. А Зубков, я извиняюсь, чем отличается вот эта вот деревенщина, чем он отличается от того самого человека, который... Я не могу компенсировать личность людей, поэтому, как бы, ну... А я не про личность говорю, я говорю про... Это не относится к обращению, кто... Ну, это не относится к обращению, давайте дальше. Я говорю про факт... Обсуждение личности людей. Нет, подождите, я вам конкретно и говорю, вы забрали медведицу. У одного отправили другому, у которого нет карантинной зоны, у которого нет бассейна, у которого нет грунта, который не кормится, как положено, то есть там продолжается кормление. Чем это, эти условия лучше? Я просто... Я просто... Нет бассейна, да, вы говорите? Конечно, нет бассейна, карантина не было, кормление бесконтрольное, то есть люди, посетители... Карантина не было, это вы на что свадите? Ну, с чего вы взяли, что не было карантина? У вас есть какое-то документальное подтверждение, что не откажетесь? Видеозаписи опубликованы. У вас же есть документы об изъятии медвежонка Лейла и сопоставить даты публикации видеороликов очень просто. В этот же день медвежонок помещается в обычный вольер, где допускается бесконтрольное кормление медвежонка, где Алексагина Татьяна Викторовна посещает этот вольер, заходит в него внутрь, допуская контакт с хищником вместе с Зубковым. Это все есть на видео официальном канале Парка Львов Тайган, и там не надо даты, там достаточно понимать, когда было изъято это животное, когда появились видео на YouTube-канале. Смотрите, в рамках своих полномочий по поводу медвежонка, бассейна и контакта мы выдали уже предостережение. На той неделе и на этой, как только стали поступать ваши обращения по поводу медвежонка Лейлы. Это то, что в наших полномочиях, то, что мы можем делать без прокуратуры на основании увиденной информации. Для того, чтобы податься, именно пойти и проверить, как содержит сам медвежонок, вот опять же-таки возвращаемся к этим достоверным сведениям. С вами же согласовываются вот эти... Есть, сейчас вы вместе со своим паспортом и обработку персональных данных, я вам сейчас вышлю на вашу электронную почту, указанную в вашем обращении, заявление. Вы мне приложите паспорт, приложите заявление на обработку персональных данных, это все мы потом перенаправляем в прокуратуру. И достоверные сведения вот по всем вашим, ну, предыдущие вопросы мы с вами разобрали, а вот конкретно по медвежонку Лейлы, да, что там нет бассейна, он не на карантине, контакт с посторонними личностями, с хищным животным, да, и что может привести, допустим, к... Уже было неоднократно, то есть Алексагина, она у меня лично, у меня на телефоне до сих пор видеозаписи есть, меня лично возили к хищникам, крупным львам, саванну, меня лично заводили в вольеры к молодым львам, к молодым тиграм, у меня лично есть эти видеозаписи, это было в августе прошлого года, Алексагина это делает постоянно, контакты с гамадрилами, у нас запрещены контакты с гамадрилами, постоянные видеозаписи, прыгает на ручках маленький ребенок... Что? Это запрещенное животное. Я вот так в этом и говорю, каждый день снимаются видеоролики, где внучка на руках держит этого гамадрила, где они играются с ребенком, находясь в жилом помещении, где они живут в парке Львов-Тайган. Это как? Я понимаю, что она там популяризирует контент, но она это должна делать в рамках закона, а не показывать, какая она бесстрашная, как она заходит в саванну вместе с Зубковым и ждать, пока ее там на куски разорвут львы... Ну, смотрите, что мы можем с вами делать. Все, что я выше вам перечислила, вы все это прикладываете, и я тот материал из дела укомплектовываю, и опять поддаюсь на прокуратуру, чтобы они согласовали нам выход на территорию парка Тайган для проверки данных сведений. Давайте все вопросы, которые у меня есть, мы сразу обсудим это все, и уже, чтобы дополнительных моментов не было, чтобы уже все четко было для понимания. Вот когда поставка животных идет, вот со сканией нового он привозит зебры второй раз. Это согласовывается же с вами, эти моменты привоза зебр? Ну, можно согласовывать с государственным комитетом энергии. Они ставят, они его пообслуживают. У них договор, это есть государственное бюджетное учреждение. Республика Крым, 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 Благорск, Радионный ВПЦ. У них договор на обслуживание парка. Соответственно, при перемещении животных в зоопарк, либо из зоопарка, это контролирует ГБУ. Они составляют документы, соответствующие акты, постановку животных на карантин, наблюдение за ними. Это все должно производиться государственным учреждением. То, что они говорят, что мы контролируем, мы контролируем, но мы не исполнители, мы не составляем акты постановки животных на карантин, мы не вакцинируем их, это все делает государственное бюджетное учреждение. Поэтому вы конкретные вот эти вопросы по животным, при перемещении, при смертности, при каких-либо заболеваниях, это все должны давать они вам ответы и разъяснения. А они делают следующим образом. Раз вы просите в своих обращениях провести проверку, вы вот описываете, да, было ли там вскрытие, было ли, находились ли животные на карантине, есть ли в парке вот инфекции, вызвавшие массовый падеж. На эти все вопросы они обязаны были вам дать ответ. Но так как вы по тексту написали провести проверку, они сразу же эти обращения перенаправляют в наш орган. А информация у них вся. О том, было ли, производили ли они под вскрытие, если не производили, по какой причине. Это уже... Нет, они прислали ответ, что они вскрытие не производили, поскольку не вызвало подозрений. Нам удивительно стало, падеж 15 хищников за 21 день у них не вызвал никакого подозрения. Это у них произошла техническая ошибка. Это не... Мы проверяли эту информацию внутри себя, чисто для того, чтобы понимать, действительно произошло или нет. У них техническая ошибка произошла. И период не с апреля по апрель 15 голов, а с начала года. Почему они в холодильнике лежат? То есть они отечеют. По закону... С системам, которым можно проверить перемещение животных, информация там подтверждается с начала года. Ну, у нас по закону в течение суток должен был быть вызван ветеринар и определится причина смерти животных. Ну, опять, ветеринар, видите, должен был вызван, был ветеринар. По заявлению, заявление есть, ветеринар вызывался. Дальше это уже должны были действовать врачи, ветеринарные врачи ветеринарного лечебного профилактического центра Белогорский район. То есть это их опять упущение, что на протяжении практически... Это их работа. Январь, февраль, марш, 4 месяца. Так, по-прежнему, несмотря на то, что у него лицензированный парк, у него по-прежнему в вольерах с амурскими и бенгальскими тиграми также нет бассейнов. У меня и координаты есть с этих вольеров, то есть по-прежнему, я не понимаю, как он мог получить лицензию, если до сих пор на экспозиции. Причем вот этот случай с покусом гнединой, это именно тот самый вольер, где у него находятся амурские тигры и где нет бассейнов по-прежнему. Показательно на видеокамеру со шлангочкой он поливает их, но животные не должны, наверное, ждать, пока он захочет их со шланга водичкой полить. Они, наверное, должны сами решать, когда им покупаться в прохладной воде. Та же самая история касается... В экспозиционной эктагре, в экспозиционной... Конечно, конечно. Это вольеры, которые возле слоновника. Один вольер угловой, он огражденный от общего большого вольера с бассейнами. Огражденный, и там также живут амурские тигры без бассейна. И два вольера напротив восточной сказки, с левой стороны сразу первые амурские тигры. И следующий вольер с бенгальскими тиграми, также без бассейнов. Координаты у меня тоже все этих вольеров есть. Так, подождите, подождите, восточная сказка. Там какие клетки? Напротив восточной сказки... Это что, кафе? Да, кафе восточная сказка. Сразу слева от кафе там шимпанзе, следующие еноты, и следующие амурские тигры. Вот за амурскими тиграми, в сторону слоновников, бенгальские тигры также. Вот уже на протяжении нескольких лет эти вольеры без бассейнов. При этом он строит баубабы 12-метровые, в количестве 9 штук, при этом он там другие вещи строит, там квартиры покупает по 40 миллионов, но на карантин, и почему-то у него денег нет, и почему-то бассейны не считают нужным строить. Плюс родильные домики, также. Почему... Эту информацию также мы сможем проверить только при согласовании прокуратуры и выходе туда. То есть мы когда выходим на проверку, мы осматриваем полностью на момент проверки все вольеры, мы их перемеряем, смотрим их соответствие. Вот мы ждем, чтобы нам прокуратура... Вот буквально... И мы берем несколько обращений, которые более-менее подходят под законодательство, чтобы можно было потом предъявить владельцу зоопарка. И вот эти вопросы мы все досконально рассматриваем. Смотрите, буквально полтора-два месяца... Опять-таки, если я сейчас подам информацию в прокуратуру о том, что у Амурского тигра и у Бенгальского тигра нет бассейна, они мне ее не согласуют, потому что здесь нет угрозы жизни человеку. То есть они согласовывают проверки на данный... на сегодняшний день, в связи со сложившимися ситуациями и постановлением правительства 336-е, только если есть угроза жизни человеку. Я вам до этого сказал достаточно поводов по угрозе. Фотозоны – это угроза жизни и здоровья человека. Контакты с хищниками той же Алексагиной... По фотозоне нам отвечают, что есть решение суда, и этим занимаются федеральные и судебные приставы. Да, это угроза тоже жизни там, может быть... По контакту с гамадрилами Алексагиной, каждодневные контакты с гамадрилами. Они их берут на руки, они их катают по парку, они собирают вокруг себя людей. Это происходит фактически каждый день. Это было на моих глазах, и это происходит каждый день в видеороликах у нее. При каждом посещении. Постоянно это происходит, и контакты ее внучки с этими гамадрилами. Гамадрилы с кошками, гамадрилы с собаками, с другими животными, с птицами. Все это вот без каких-то вольеров. Это все на показ. Сейчас мне приложите вот эти фотографии. Есть фотографии? Да, видеозаписи. Ну, последние, чтобы были. Видеозаписи полно. Видеозаписи есть, и фотографии, наверное, там люди. Да это все весь. Давайте укладываем видеозаписи, чтобы эти видны, самых видео было прям вот, ну, последние какие-то данные, там, какое у нас сегодня, 17-е. Ну вот, хотя бы за неделю, за две. Ну, чтобы я прокуратуру мне приложила, они посмотрели и не сказали, что это для птиц и 100 лет, и все, это уже не актуально. То есть, допустим, вчера, сегодня, позавчера, вот такие видео. Я понимаю, но прокуратура, там же, ну, далеко не глупые люди, они же понимают, с какими моментами это все может быть связано. И с погодными условиями, и с моментами, которые озвучиваются в видео. То есть, мы приехали сегодня с конференции в Москве. Ну, это же понятно, когда они приехали, и с какой конференции, к примеру. Это же все можно связать. Это прекрасно все делается. Знаю, как работают правоохранительные органы, и следственные комитеты, и прокуратура. Буквально полтора-два месяца назад на видео они опубликовали, как самец леопарда съедает своих же собственных детенышей. То есть, отсутствуют родильные домики. Самцы от самок не отсаживаются. То же самое касается львов. Львы и львицы содержатся в одних вольерах во время родов. То есть, самки начинают рожать прямо в присутствии львов, и, естественно, при этом они отказываются их кормить, и они якобы вынуждены спасать, как они говорят, этих малышей. То есть, отсутствуют родильные домики. Либо они, может быть, и есть, но беременных животных, во-первых, их не наблюдают, они находятся в общих вольерах, во-вторых, они рожают в присутствии самцов, и впоследствии, естественно, эти новорожденные оказываются потом, через время, в той же фотозоне. Так, хорошо. Сергей Григорьевич, значит, это тоже время поджимает. Следующие уже по времени мне сейчас будут звонить заявители. Все, что мы с вами проговорили, давайте я вам сейчас вышлю на вашу электронную почту, которую вы в обращении указали, на обработку персональных данных, паспорт, и вот фото-видео материалы достоверные, мы их обработаем, перенаправим в прокуратуру. Ну и, соответственно, мы вам дадим сейчас ответ, ну и если, дай бог, прокуратура нам согласует, пойдем на проверку все эти моменты, которые я сейчас записала, и про бассейны с самурскими, бенгальскими тиграми, и, ну, фото-зона, вы понимаете, мы ее не установим, потому что мы выходим, мы обязаны законодательству предупреждать, что мы выходим. Если это момент проверки, фото-зона всегда отсутствует. Ну, естественно. Поэтому, ну, решение, ну, все равно доказали в свое время, что фото-зона была, и суд был по этому делу, и до сих пор федеральные судебные приставы привлекают за осуществление данной деятельности. Ну, они привлекают. Мы все равно перенаправляем эту информацию, поступившую от заявителей федеральным судебным приставам, периодически ответы приходят, что Тайган привлечен за нарушение данного... А какой штраф, можно поинтересоваться? То есть штрафы постоянно пишут. Нам они не описывают, просто ответы дают, что привлечен к административной ответственности. А как они привлекают, на какие суммы, нам эта информация неизвестна. То есть, если вам это интересно, вы можете запросить у федеральных судебных приставов, ну, какие суммы и что там такое. У меня и последний вопрос по... По родильным домикам тоже, и как только мы выйдем на проверку, мы все эти вопросы тоже будем смотреть и заставлять в рамках законодательства, если будут увидены все эти нарушения по требованиям 1937, то есть будем выдавать и предписания, и все остальные в рамках законодательства, чтобы нарушения убирали. Ну вот, а те же зебры, которые находятся на бетоне, на асфальте, это же тоже запрещено. Вот он выпустил их без карантина, они бегают у него там, где жираф, жирафник, и нет... Это касается зебр, касается всех других животных, которые должны... То есть у него копытные животные, они у него все на бетоне. Там нет естественного грунта, ни в одном вольере. Везде все залито бетоном. И вопрос у меня по кормлению тоже. Там постоянные вот эти ларечки, где продаются корм для животных и пасты. Ну где буйволы у него стоят, ну где буйволы у него стоят, если вот слева, если смотреть, где слоны слева, там буйволы у него. Там везде грунт. Это я вам точно говорю, я это видел. Да, буйволы, может быть, я спорить не буду, но касаемо зебр, касаемо козы, там альпаки, другие мелкие копытные животные, никакого грунта нигде нет. То же самое, те же поросята, все остальное, там все на бетоне. А по кормлению, что вы сказали, я не услышал. Что это там, у него там ларечки по всему, по кормлению, там ларьки у него по всему, по всей территории, люди покупают за громадные суммы корм и самостоятельно кормят животных. У нас разве это разрешено? Это запрещено, и везде у него написано, кормить животных запрещено. Не написано. Таблички? Нет. Таблички есть, кормить животных запрещено. Нет, нет, таких табличек у него в парке нет ни одной. Я 23 дня там жил, по поводу кормить запрещено, ни одной таблички нет, нигде. Корм продается, кормление, трубы для кормления все открытые. У Даны постоянно, у орангутана, постоянно закидано кормом там, шоколадками, мармеладками, разного рода. Дана уже разжирела, просто там уже ходить не в состоянии, обезьяна, любимица парка. То же самое касается шимпанзе, эти бутылками все забито, потому что трубы для кормления установлены практически на каждом вольере с хищниками и с другими животными. По поводу как бы, без какого кормления, тоже как только поступают к нам такие обращения, в рамках своих полномочий мы ему выдаем предостережение. То есть мы делаем запрос, но не всегда в рамках законодательства индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо имеет право на запросы не отвечать. Но мы выжидаем время и все равно выдаем предостережение о том, что бесконтрольное кормление запрещено законодательством. Он что-то, он уже ничего не делает с этим, он уже игнорирует. На днях выдала очередное предостережение о том, что кормление, фатозона и кормление хищников запрещено законодательством, ему тоже выдано очередное предостережение. Это в рамках наших полномочий на сегодняшний день в соответствии с 336 поставок. Хорошо, если вы выписали предостережение, он ничего не делает. Как дальше быть? Он продолжает кормить, он продолжает все это делать и продолжает зарабатывать на этом. Какие дальнейшие действия? Так и будет происходить? Вы подаете нам, подождаетесь, прикладываете достоверные сведения, мы подаем на прокуратуру. Прокуратура рассматривает материалы дела, либо согласовывает данную проверку, либо отказывает. Это уже не мы решаем. Я понял. Поэтому я вам сейчас высылаю заявление, вы его заполняете, прикладываете паспорт, все возможные достоверные сведения, фото-видео съемки с актуальными датами. И я соберу материалы с вас, с других заявителей и подамся по многочисленным вопросам на проверку. Хорошо, хорошо. Буду ждать это письмо. Оттягивать это под угрозу жизни человека, потому что по-другому прокуратура не согласовывает. Только когда есть угроза жизни человеку. Мне надо будет переработать все ваши предоставленные фото-видео материалы, и если там будет увидено, что есть угроза какая-то, даже фото-зона, это угроза жизни. Будем склонять к этому и просить прокуратуру. Вот видео с Лейлой тоже я прикладывал к заявлению, когда Алексагина заходит внутрь вольера вместе с Зубковым. И это происходит каждый день. Саванна, вольеры с обезьянами, с хищниками, она вместе с Зубковым заходит. Я говорю, я сам лично, у меня видеозаписи до сих пор есть, как я с ними захожу, он не считает ничего в этом страшного. Хотя сколько случаев было уже с гибелью и травм людей, в том числе и Максима Яковлева, который умер там. Все, хорошо, я буду ждать от вас. Обращения нет, ну нет видео, я сейчас просмотрела, тут только вот про Кипера, про холодильники, про убийство с гребят, зверь, которого вы приложили, и все. И больше нет. Ваша вот электронная почта, марчелло 1501, собака, яндекс.ру. То есть, тогда вы мне сейчас к заявлению приложите вот эти видео, фото с фото зоной этой Алексагиной. Хорошо. Все, тогда вашу почту, я ваше заявление пришлю, вы его заполняете, паспорт, фото, видео и обратно на почту, с которой я вам пришлю, присылаете. Хорошо, все, спасибо, до свидания. Все, всего доброго, до свидания. До свидания.